Добрый день, друзья! Сегодня я вам покажу, как мы заготавливаем укроп на зиму. Укроп – одна из любимых наших пряных трав, которую мы с удовольствием потребляем в любое время года. Но, к сожалению, зимой у нас тут снег, и у нас нет возможности выращивать укроп у себя на подворье домашнем. Но уже много лет назад мы нашли способ, как сохранить укроп практически в том же самом состоянии, что он находится сейчас круглый год. Сегодня у нас 12 июля 2015 года. К сожалению, в этом году у нас лета практически нету. Оно начиналось несколько раз, и на этом закончилось. Наверное, 5 дней лета было за все время. Но укроп нарос неплохо, и сейчас пришло время его уборки. Если оставить укроп еще на несколько дней, он пойдет в стрелку и будет не очень пригоден для заготовки на зиму. Итак, срезаем наш укроп. Мой ассистент по растительному миру начинает срезать укроп. Почему вы срезаете с середины? Часть укропа останется и будет расти до зонтиков, чтобы можно было добавить в маринованные огурцы, помидоры. И в настойку укропную. И в настойку укропную. Если повезет, мы не под самый корень срезаем, а оставляем немножко ножки. Если повезет, то из пазух листиков пойдет еще расти укроп. Бывали года, когда удавалось заготовить до трех раз. То есть за одно лето получалось три урожая с одного и того же, одних и тех же кустиков укропа. Но это бывало редко может быть. Но два раза в основном у нас нарастает все. В основном один раз. Хорошо, если один раз вырос. Бывали года, когда не всходил практически полностью. Хотя семена были хорошие, даже финские. Бывали года, когда всходил, но потом начинал сохнуть по неизвестным причинам. А был один год, когда укроп был такой же красивый, густой. И весь был поражен тлей. Очень тяжело было тлю вымыть. Но тоже было не очень приятно. Такой укроп, как в этом году, не каждый год бывает. Это, можно сказать, удачный год. И этого укропа нам хватит на два года. Потому что не съедаем мы такое количество укропа за один раз. И поэтому приходится сеять целую грядку укропа. Потому что неизвестно, как получится с укропом в этом году. Хорошо он зайдет, нехорошо. Потому что условия, в общем-то, создаются ему из года в год одинаковые. Хорошо подготавливаются грядки, удобренные. И налозом, и торком. Берутся хорошие семена. В этом году семена я покупала на сайте Хупта. И финские семена были использованы. То есть семена тоже подбираются, в общем-то, хорошие. Но, как я уже говорила, в прошлом году также сажала финские семена. А укроп взошел очень плохо. Настолько редко и настолько его было мало, что даже на зиму нам не хватило. Когда подсажена была также целая грядка. А здесь видно, какая часть посажена финских семен, а какая Хупта? Нет, не видно. Я не помечала. Потому что это бессмысленно. Ну, что от того, чтобы я пометила финские семена или нет. Если в прошлом году были такие же финские семена и даже, по-моему, такая же пачка, они практически не взошли. От чего это зависит? Явно нет семена, наверное. А то скажут, что мы опять рекламируем Хупту за 17 тысяч долларов. Нет. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Мы ее не рекламируем. Но мне там было удобно заказать семена эти тоже. Потому что, в общем-то, я заказывала там огурцы. Потому что больше нигде не было уверенности, что я закажу именно голландские огурцы. Те, которые мне нужны были. А так как все равно приходится платить за доставку. Я заказала и укроп, и петрушку, и морковку, и свеклу. Морковку и свеклу каких-то и голландских, и японских ферм. Тоже посмотрим, что из этого получится. А укроп там был довольно дешевый. Поэтому я тоже выбрала несколько различных ферм. Но, к сожалению, не заметила. И даже и не пыталась. Такая ферма была. Единственное, что я пришла к выводу, что я брала какие-то и подороже, какие-то и подешевле. Ну вот, особо не видно разницы. Все взошли. Все семена взошли одинаково. Одинаково хорошо выглядит. Вся грядка примерно одинаковая. Особого различия нет. Единственное, что я старалась брать семена по характеристикам, чтобы это был кустовой укроп. Потому что мне нужен укроп на зелень. А даже если это кустовой укроп, то естественно, он все равно в любом случае образует стрелку и дает семена. Поэтому это тоже какой-то другой сорт пошел. Укроп и петрушка. Основная зелень, которую мы, в общем-то, едим круглый год и которую мы заготавливаем. Вот такая красота. Будет помыто, порезано и убрано в коробке. Сейчас мы это все еще покажем. Красота. Действительно, аромат такой. Я вот сижу, ты вот режешь. Просто вот запах укропа очень приятный. Наш укроп был тщательно вымыт, чтобы случайные насекомые там не остались. Земля не попала в наш конечный продукт. После этого укроп пару часиков полежал на полотенце, сох. Обязательно надо вот так подсушивать укроп. Иначе он, если будет влага, останется в укропе, когда мы положим его в банке, он замерзнет единым комком. А когда укроп подсушен, он даже замороженный остается, скажем так, воздушный. Его потом легко ложкой взять оттуда. Итак, ассистент, приступайте. Вот здесь у нас где-то 25% того укропа, который вы видели, который растет в огороде. Как мы сказали, часть осталась на стрелку, на семена. Зимой, когда достаешь такую баночку, досыпешь в борщик или в салатик, это просто волшебно. Мы уже много лет, наверное, больше 10 лет заготавливаем на зиму вот именно таким образом укроп. Раньше мы пробовали его сушить, пробовали его засаливать, просыпали солью в банке, закладывали. Я вам скажу, друзья, это все не то. Только замороженный укроп сохраняет все свои свойства и остается вкусным. Вот реально зимой достаешь из баночки, вот у него и аромат сохраняется. Он не раскисает. То есть, когда он размораживается, он не становится весь кашеобразный. Ты упоминаешь? Конечно. Ну, без фанатизма, я так понимаю. Сейчас специально вынули одну баночку с укропом, который был срезан с теплицы. Мы в теплице, как вы видели, нарастили тоже много укропа. И его часть заморозили, потому что он начал идти в стрелку. Вот, видите, вот это замороженный укроп, который вот так вот легко берется. Он такой же зеленый, такой же красивый. А тут тоже ты его притрамбовывала немножко, да? Угу. Досыпем сверху. Тоже можно высыпать как раз, которую мы нарезали. Просто досыпаем и убираем обратную морозилку, да? Да. Досыпаем даже еще. Все, друзья, на этом мы будем заканчивать. Вы видели, что ничего сложного нету, но получается очень вкусно. Вообще, зелень, она зимой очень важна. У нас витаминов в организме не хватает, а получать их через фрукты, например, через овощи, ладно, через те же фрукты. Но я, к примеру, не ем фрукты. Не люблю я их. А тот же укроп, это всегда витамин С, но это вкусно очень. На этом будем заканчивать. Вы видели, что очень все просто, элементарно. Замороженный укроп будет храниться всю зиму и даже и год, и два будет храниться. У меня он, ассистент, говорил, что даже два года у нас укроп этот лежит. Мы два года им питаемся, если год не урожайный. При этом он абсолютно не теряет своих свойств. Остаются все те же самые витамины, ароматы и вкус. На этом пока.